Но бывают и такие прически, которые мужчинам нравятся. И сегодня мы отправляемся в студию колористики Марины Коробейниковой, чтобы своими глазами увидеть процесс преображения и узнать, какие техники окрашивания сегодня в моде. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Кого сегодня будем преображать? Будем преображать нашу модель Марину. Будем ей делать окрашивание волос. Корни у нас будет чуть темнее и растяжка будет плавная в светлый холодный блонд. Марина, расскажите, какие техники окрашивания сейчас наиболее популярны? Наши клиенты больше склоняются к технике брондирования, что в переводе означает темный плюс светлый. Создает объем волоса. В носке можно ходить 6 месяцев примерно, лишь тонируя волосы раз в 2 месяца. И тем самым качество волос остается лучше, чем полное осветление. А что посоветуете в таком случае брюнеткам? Можно создать какие-то блики на волосах яркого цвета. Сейчас актуально фиолетовый, розовый, красный, синий. Как правильно подобрать цветовую гамму, найти свой оттенок? Нужно обратить внимание на цвет корней. Холодный он или теплый. Можно посмотреть цвет вен. То есть они бывают у нас из сеня, то есть это клиент холодный. А также бывают такие зеленые, светло-зеленые. То есть клиент значит теплый. Вот у меня зеленцой, а бывают прям такие фиолетовые. Не терпится уже посмотреть на процесс. Давайте приступим. Начинаем окрашиванием из прикорневой зоны. Вот. Потом постепенно мы будем двигаться вниз на длину. Делать плавную растяжку цвета. Как мы видим, цвет волос Марины у нас изменился, но это еще не конечный результат. Процесс окрашивания у нас проходило несколько этапов. Сначала мы нанесли на корни, затем на всю длину. Вот насколько сложно обучиться такой технике? Очень сложно. Кто-то делает, ну, учится этому долго. И потом через год он только понимает, что вау, типа я молодец. Вот. Кто-то за пять дней, и есть такие примеры, уже мои ученики открыли студию колористики. Спустя пять дней обучения у меня. Вот. У нас очень сильный курс. И вы готовите таких специалистов? Да. И мы готовим с ноля, мастеров с опытом. Марин, ну, у нас впереди жаркий сезон. Как ухаживать за волосами на солнце? Мы предлагаем нашей студии летнюю серию. Желейный шампунь и кондиционер. Также у нас есть в наличии спреи термозащитные. Вот. Как мы видим, производитель? Бэт-Хэт линейка. Серия Бэт-Хэт, да. Серия Бэт-Хэт. Производство Великобритания. Сам завод у них в США. Субтитры подогнал «Симон» Прическа готова. Осталось внести финальные штрихи. В этом нам поможет визажист Анастасия Доронина. Анастасия, что нам осталось? На данный момент, так как у клиента яркий образ и она пожелала яркие губы, мы сделаем оттенок, который на данный момент в тренде. Это сиреневый, но мы сделаем немножко его, смиксуем оттенки, сделаем его нежным, но в одно и то же время ярким. Начнем. Наш процесс преображения завершен. Смотрим на Марину. Что у нас получилось? Ну что, модель готова, Марина. Вот. Мы сделали ей оттенок более холодный, углубили корни, создали контуринг возле лица. У нас появилась шея, контур. Визуально волосы смотрятся объемнее. Черты лица стали более выразительные. Как мы и хотели, холодный серый получился у нас. Как теперь ухаживать за окрашенными волосами? В домашних условиях, в принципе, пяти продуктов хватит. Это шампунь-кондиционер, маска для волос, термокрем, ну и масло для волос обязательно. Марина, спасибо большое. Пожалуйста. И хорошего вам дня. И вам хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!